Чё как, с вами Камрад Эльва Вучо, и это очередной ролик об истории мировой анимации. И сегодняшним нашим героем стал режиссёр-мультипликатор, создавший одну знаменитую птицу, чей смех мы слышим в начальных титрах. Да, сегодня речь пойдёт об Уолтере Лансе. Когда только-только началось разделение кинорынка за внимание зрителей, основными игроками в короткометражной анимации на тот момент были студии Уолтера Диснея и Уолтера Ланса. Но что мог предложить в то время Ланс? Обо всём по порядку. Родился Уолтер Бенджамин Ланс 27 апреля 1899 года в семье итальянских эмигрантов в Нью-Рошелле, штат Нью-Йорк. Его творческая деятельность началась в 12 лет, по окончании курсов рисования. А после того, как он стал карикутуристом, под впечатлением одного из первых анимационных фильмов про динозавра Герти Уинзора Маккея, несколько лет спустя он оказался в стенах Нью-Йоркской лиги художников-студентов. Причём учился он в вечернее время. Обучение в те годы спонсировал Франк Кавка, один из богатых клиентов автомастерской, где ранее молодой Уолтер подрабатывал и выставлял свои рисунки-карикатуры на стенки объявлений. По окончанию обучения и создания первых картышей Джерри за работой и Динки Дудву, где использовалась комбинированная съёмка, Ланс уезжает на запад, в Калифорнию. И там же продолжается его деятельность в области анимации. После совместных работ с Франком Капрой и Маком Санетом, кинопродюсер и дистрибьютор Чарльз Бир Минз приглашает Уолтера Ланса на работу в Universal, в должности режиссёра цикла мультфильмов о кролике Освальде. И вот тут кроется одна маленькая загвоздка. Персонаж был придуман Уолтом Диснеем по заказу Минза и Джорджа Уинклера, которые после отзыва прав со стороны Universal и до увольнения работали над ним. После такого Диснея создаст самым Айверксом легендарного Микки Мауса, под которого будут косить многие персонажи других аниматоров, вместо того, чтобы дальше воевать за авторские права со студией. Есть легенда, что режиссуру над Освальдом Ланс получил, когда выиграл в покер у Карла Лэмла, президента кинокомпании Universal. На самом деле Ланса назначили руководителем нового отдела студии, с запросом на производство 26 эпизодов. В то же время Джордж Уинклер, надеявшись на то, что его восстановят, организовывает свою группу, чтобы также принести деньги студии, при создании тех же эпизодов с Освальдом. Причем в команду вошли бывшие диснеевцы. Но не тут-то было. Его команда оказалась не у дел. Уолтер делал серии Освальда не один. К нему в качестве ассистента был пристроен Уильям Нолан, один из основных людей его будущей команды аниматоров, на собственной студии. Освальд стал неплохим бустом в карьере Реланса. Эпизоды с участием этого кролика были достаточно разнообразны по стилю. Над некоторыми сериями успел даже поработать Текс Эйвери, когда в 30-е годы он только пришел на его студию. Но потом он, как и многие аниматоры, вернется к Лансу спустя годы. Не стоит забывать о том, что в то время многие аниматоры искали более выгодные условия работы. Секретами успеха у мультфильмов Освальда Атланца были музыка, ситуации и трюки. Считалось приемлемым все, что способно было заполнить фильм в положенные и выделенные средства в те годы. Вскоре снимается оскароносный старый весельчак с шаржами на американских знаменитостей. И в первой половине тех же 30-х годов выпускается короткометражка о пережитой Великой Депрессии. Доверие. В доверии такая страшная экономическая напасть представлена в виде привидения, устраивающей свои проделки. Паники на бирже, банкротство банков и прочие невеселые прелести. Освальд, который также пребывает в шоке, во время похода к врачу узнает, что помочь может только один человек. Франклин Делано Рузвильд. И нарисованный президент забивает песню «Доверие». Просветленный Освальд возвращается домой и решается стать доктором, чтобы вакцинировать всех и всяк новым лекарством. Депрессия побеждена. Время идет вперед, и интерес к ролику Освальду после незначительных изменений Ланса стал сходить на нет у зрителей. Но раз конкурировать с Уолтом Диснеем в полнометражном сегменте было крайне рискованно, значит надо было искать свою нишу в коротком метре. И благо Уолтеру Лансу удается сделать следующими героями в новых циклах. Уолтер Ланс постоянно выискивал животных, ранее еще не использованных в анимации. Достаточно известная практика. Так, например, у Пола Терри были вороны-близнецы Хекли и Джекли, которым сходило с рук их же проделки и ломание четвертой стены. Многие годы спустя на своей студии Ланс будет успешно эксплуатировать образы дятла, конюк, моржей и пингвинов. Год спустя, после завершения работ над Освальдом в 1938 году, Уолтер Ланс стал снимать анимационные серии про панду Энди. Панда являлась свежей идеей общенационального значения, о которой были посвящены газеты. Зоопарку Чикаго подарили необычного для американского обывателя медведя. Ланс несколько раз посещал тот зоопарк для рисования панды, и впоследствии эти рисунки были перенесены в мультипликат. В первых выпусках, до своего соло, темпераментный малыш Энди контрастировал со своим нервным и неуклюжим отцом. Со временем эти эпизоды получили популярность, тем самым выстроив новый фундамент для представления нового героя. И в эпизоде 1941 года «Тук-тук» появляется пернатый персонаж, получивший в дальнейшем целый цикл. Угадай, кто! Если цикл про Энди начался с новостей в газетах, то для Ууди была следующая красивая предыстория. Как-то раз, во время минового месяца, Уолтер отдыхал со своей женой на Шерлотском озере. И вот во время отдыха покрыши стал стучать дятел, нарушая тишину и покой молодоженам. Нестыковка этой легенды была в том, что сей отдых пришелся на следующий год, после выхода эпизода «Тук-тук». Дезил Вуди не только дебютировал непропорционально «Были острый клюв и большие лапы», да еще и походил на персонажей Бенна Хардауэ, Даффи Дака и Багза Банни из цикла «Луни Тюнс». Даже в самых первых сериях голос героя подарил Мел Бланк, человек тысячи голосов, включая тот самый смех в начале. В дальнейших эпизодах в конце 40-х-начале 50-х годов внешность стала изменяться в лучшую сторону, а озвучивать дятла в целях экономии стала жена Ланса Грейс Стаффорд. Несмотря на копирование поведения героев в студии и конкурентов, Вуди был харизматичен, сверхэмоционален, экспрессивен, но и таким же безумным и порой жестоким в определенных ситуациях. Кроме этого, тот пук внешне деформироваться и обращаться к зрителям, ломая четвертую стену. В тот же период времени на студию приходит Шеймус Калхейн, ставший режиссером цикла на 5 лет, пока сам Ланс занимался другими работами и госзаказами. Поработав ранее у флейшеров Абба Айверкса, Уолта Диснея и на студии Warner Bros., у человека был уже накоплен нормальный такой опыт для реализации новых идей в коротком метре. И основную ставку он делает на динамичности, что по итогу и выливалось в успех, не забывая дятлу добавить свою психологию, дабы сделать персонажа объемным. В копилку также шла музыка от композитора Даллара Калкера. Что некоторые серии с Вуди, что с Энди Пандой номинировались на премию Оскар. Вскоре следующие эпизоды с дятлом стал режиссировать Дик Ланди, сохранив энергию режиссуры своего предшественника. К тому же тот завершил цикл про Энди в 1948 году эпизодом «Веселый пеликан». Но в послевоенные годы Уолтер Ланс столкнулся с финансовыми трудностями. Поссорившись с Universal и еще по каким-то там неясным причинам, он закрывает свою студию на год, дабы решить все проблемы. Причиной конфликта послужило изменение политики студии после смены владельцев с последующим переименовыванием Universal International. Новые владельцы требовали лицензирования и получения прав на персонажей Ланса, а также производства только циклов про Вуди и его друзей. После перевыпусков старых фильмов и повторного открытия студии в 1951 году, работы продолжились в сокращенном составе над следующими эпизодами. Уолтеру теперь пришлось еще строже следить за расходами студии. Сокращенной команде удалось вернуться в привычный производственный план по выпуску серии. 13 фильмов в год. Правда, из-за такого штата сотрудников, временных ограничений и отсутствия всякого вдохновения, ну или же наличия всего одного человека с хорошей идеей, качество готовой продукции могло заметно измениться. Обычно им становился либо сценарист, либо режиссер. По приходу Пола Смита, Гомера Брайтмана, Майкла Мальтизы и возвращения Текса Эйвери, студия на какое-то время почувствовала второе дыхание. Выпускаются новые короткие метры от Эйвери и Паттерсона, запускаются циклы про пингвиненка Чили Вилли, инспектора Уиллоби и семейный альбом Барри, ну а Вуди стал становиться менее жестоким и безумным в новых эпизодах. В общем, теперь он уже был безобидным проказником, довольно оптимальный вариант массового производства. Причем не всех режиссеров и аниматоров устраивал такой подход. И вновь часть сотрудников стала постепенно покидать студию за новыми творческими порывами. Когда Уолтеру и Ланцу сказали, что старого Вуди любили гораздо больше, на что тот ответил «Я тоже, но мы получали столько жалоб от фирмы Universal на то, что Вуди грубый и хреповатый, что нам пришлось его смягчить». Также изменилась и рисовка под стать продукцией студии UPA, на которых в то десятилетие ориентировались практически все анимационные студии. Но темпы повествования сюжетов анимации и уровень музыки заметно упали. До последнего некоторые персонажи и вовсе оставались законсервированы в угоду студии. Эпизоды про «Чили Вилли» имели трюковые виньетки с неагрессивной манерой, хотя сам главный герой как был, так и остался плоским, хотя у него были все шансы стать гораздо круче Вуди. Временами в сериях применяются повторные приемы авторства Текса Эйвери, что немного помогало продержаться студии на плаву. В 1957 году мультфильмы Ланса попадают на телевидение в формате получасовых сборников, после некоторых рокировок и монтажа. Вовсю работала строгая цензура и кодекс Хейса. Из 52 предложенных им эпизодов для показанного телевидения пришлось сокращать 25. И также была произведена съемка с самим Уолтером, в которых рассказывалось производство мультфильмов. Если у Уолтера Дисней была своя телепередача, почему бы и Лансу не повторить? Студия Уолтера Ланса была одной из последних студий, выпускавшей анимационные крытыши для телевидения, когда большинство крупных веливудских студий продолжали закрывать свои анимационные подразделения. Даже его мультфильмы можно было все еще видеть на кинотеатральных показах в 60-е годы, как и работы Фрица Фриллинга. Наступает 1972 год, выпускается последний сборник из 13 картин, Уолтер Ланс официально распускает штат аниматоров и закрывает свою анимационную студию. Он объяснил это тем, что уже дошел до той стадии, когда ему потребовалось бы 10 лет на то, чтобы расходы студии окупились. Если, скажем, вложить 45 тысяч долларов в производство, да еще и добавить стоимость тиражных копий, то раньше чем через 10 лет эти затраты не вернуть. Я был последним, кто выбросил белый флаг, потому что контролировал положение и мог делать дешевле других. Когда я понял, что дальше идти уже некуда, я решил подать в отставку. Какое-то время после ухода от выпуска фильмов, он продолжал делать рекламу и подготовку телесборников. После этого Ланс занялся преподаванием в колледжах и молодежных организациях, рисованием, и около 10 лет возглавлял консультативный совет Национального студенческого института кино. Часть своих работ — иллюстрации, картины, фигурки и прочее — раздал музеям и институтам. 17 его работ были переданы Национальному музею американской истории при Смитсоновском институте, включая деревянную модельку Вуди, сделанную в год выхода его дебютной короткометражки. Причем дело не ограничилось образовательными и просветительскими учреждениями. Семейная чета Ланса находила время для посещения больниц, развлекая пациентов созданием маленьких зарисовок и обыгрыванием сценок. Незадолго до своей смерти 22 марта 1994 года его персонаж получает звезду на Аллее Слава в Голливуде, и сам Ланс учреждает свою одноименную спецпремию для студентов Калифорнийского института искусств Валенсии. За все время своей деятельности Уолтер Ланс не предъявлял слишком больших претензий к себе и своим фильмам. Он даже ни с кем не конфликтовал. А если подобное и происходило, находил компромиссы. Наверное, именно поэтому никто не произнес его адрес с дурного слова. Хотя его работы не всегда заслуживали такого уважения, каким пользовался он сам. Уолтер Ланс посвятил созданию анимации 50 лет. Такое достижение трудно оспаривать. Возможно, его имя не горит огоньком в глазах миллионов людей, но хохот его героям заряжает массой и оставляет след не только в истории американской анимации, но и в мировой в целом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова